В канун Дня Победы ученики 18-й школы Твери прочитают стихи о войне. В праздничной рубрике «Мы помним, мы гордимся». В ней школьники вспоминают своих предков, фронтовиков и читают свои любимые произведения. Таким образом, ребята говорят спасибо ветеранам войны, труженикам тыла и тем, кто пал на поле боя, сражаясь за сегодняшнее мирное небо над нашей головой. В следующем материале ученики поздравляют ветеранов с праздником. Мой прапрадедушка, рыбалка Илья Архипович, воевал и имел звание старший лейтенант. Служил под командованием генерала Рокоссовского. 12 января 1945 года в наступательном бою в Польше получил сильное ранение в бедро левой ноги. Далее проходил лечение в городе Киев, но, к сожалению, остался без ноги, но вернулся домой. После войны был награжден орденом Красная Звезда. Владимир Соловьев, произведение «Мой отец был высокий и русый», посвящая его своему прадедушке, рыбалка Илья Архипович. Мой отец был высокий и русый, сапоги в придорожной пыли, его кудри под старую русой, золотистой пшеницей зашли. Наш сосед – гармонист и затейник, он и песни любил, и сады. Он свалился над Волгой в ельник, не попробовав волжской воды. Сколько их, молодых и веселых, возвратиться домой не смогли. Низко кланясь я выжженным селам, низко-низко до самой земли. Много лет пролетело над ними, но не властны любые года. Позабыть или вычеркнуть имя, что осталось в душе навсегда. И остались улыбки на фото, и искринки в сыновьих глазах. Есть известное, мудрое что-то, в очень праведных женских слезах. И поэтому мать то и дело, приунывшей и грустной была. На меня все пытливее глядела, а отца все ждала и ждала. Мой прадедушка, Белецкий Павел Аполлинаевич, прошел всю войну командиром танковой роты. Его танк не раз подбивали. Сам он неоднократно получал ранения, даже горел в танке. Но каждый раз после госпиталя возвращался в строй. Прадедушка награжден многими орденами и медалями, которые мы бережно храним дома. Мы гордимся тем, что на ресурсе «Подвиг народа» есть запись о боевых достижениях моего прадедушки. Произведение Владимира Соловьева «Пироги». Я посвящаю его своему прадедушке. С брусникой продавали пироги. Нигде таких не пробовал я, кроме кольнула память очень дорогим, воспоминаниям о родимом доме. Я помню, четверо сидело нас, нетерпеливо мы к столу прижались. От пирогов не отводили глаз, но и с тарелки братьев не решались. А у стола задумчивая мать стояла отрешенная и покорно. О, как хотели мы ее понять! И цепко горе сдавливало горло. Отцовский полушубок и ружье, запут муки она снесла куда-то. Осталось горе в сердце у нее, осталась фотокарточка солдата. На лавку села к вымотой квашне, на нас взглянула ласково и грустно. Мы пироги жевали в тишине, и было вкусно, и совсем невкусно. Она куска не положила в рот, и, отвернувшись, схлипнула и сникла. Не с боли вспоминается тот год, когда я вижу пироги с брусниками.